В своей практике мы проводим так называемые стратегические сессии, которые направлены на развитие территории, на развитие города, на развитие инновационной системы в городе. И есть ряд очень ярких эпизодов, которые очень сильно характеризуют состояние умов и ту картинку, которая мешает нам сделать некий шаг. Ситуация номер раз – идет стратегическая сессия. В рабочей группе напротив друг друга сидят чиновник администрации, который полномочен за издание всех административных актов в области развития инновационной деятельности, отвечающий за раздачу государственных грантов в этот день, которые он должен раздать бизнесменам, чтобы какая-то инновационная активность в регионе была. И у него есть полномочия это делать и обязанности поделать. Напротив него сидит обреченный для бериев местных малых и средних предпринимателей, руководитель местной общественной организации, объединяющей средний и малый бизнес. Ситуация среднего и малого бизнеса примерно такая. Они уже развили свой основной бизнес до определенных пределов и у них есть стабильный какой-то сверх доход, который уже нет смысла впускать в развитие основной деятельности. у них есть постоянно какая-то прибавка, которую они и рады куда-нибудь вложить. Но они не понимают, куда вложить эту свою прибавочную стоимость, которая у них появляется. Они уже вышли из состояния траты этого на предметы роскоши. Что хотели, они уже купили. И не все хотят мериться длиной машины, высотой дачи. У них тоже есть некое чувство сопричастности к развитию родного города и желание сделать хороший добросовет. Два таких человека сидят, находятся друг другу. Идеолог строится таким образом. Вот мы, говорит чиновник, пишем эти самые подзаконные акты, придумываем каким образом бизнесменам в нашем городе жить лучше, предлагаем деньги, а они к нам не приходят, они с нами не общаются, они никак на нас не реагируют и в общем мы не знаем вообще как к ним подойти. А вот мы собирались тут в своей предпринимательской тусовке, написали много-много предложений по развитию среднего и малого бизнеса, отнесли в администрацию и не получили никакого ответа. А вот мы, значит, старались, собирали какую-то круглую стол в администрации, к нам никто не пришел. А вот мы собирали круглый стол предпринимателей, звали чиновников с администрации, к нам никто не пришел. И вот так вот примерно так минут 15-20 два человека сидят, которые находятся в помещении, у которых стоит задача придумать, что они, как чиновник и предприниматель, могут сделать для развития собственной там города и развития инновационной системы, разговаривают друг с другом во стереотипах вот они чиновники, они предприниматели. И в такой ситуации, это типовая ситуация, это как бы всегда так происходит. Люди мыслят не вот конкретным я и обладающий решением, не конкретным там Иван Ивановичем, за спиной которого стоят конкретные люди. Они не говорят там Иван Иванович и Петр Петрович, давайте посмотрим, а чего мы вот сейчас вдвоем можем и должны сделать. Они ведут длинные диалоги с претензиями в рамке проабстрактных чиновников и абстрактных предпринимателей, сидя лицом друг к другу. И это такая патовая ситуация, которая фиксируется в разного рода таких встречах, когда человек не видит человека, когда человек не видит себя как власть имеющего и решение принимающего. Они продолжают мыслить этими абстракциями и высказывают некие претензии, которые существуют в головах. Они даже не пытаются разобраться, что произошло с той самой бумажкой, которая куда-то пинесли. А почему так? Почему так происходит? А это происходит в том, что в обществе существуют достаточно мощные вот эти ментальные пласты. Ну что такое чиновник? Чиновник это обязательно коррупционер, это обязательно элитроград, это обязательно тормоз на пути предпринимательской деятельности. Это происходит потому, что у каждого из этих людей или как только они попадают в определенную позицию непредставленных людьми, они становятся носителями некого образа, некой своей туннели реальности. Мне очень нравится этот термин Уилсона, туннели реальности. Находясь в рамках туннеля, ты видишь только то, что ограничено. И ты не видишь ничего, что за стенками. И да, вот в рамках этого туннели реальности ты видишь так, и ты его вот… Ну и ты этот образ транслируешь и дальше. Мы, чиновники, делаем все для народа, а народ нас не ценит и не пользуется. А предприниматели говорят, что чиновники нас не слышат. И они этот образ несут с собой. Этот круг разрывается, их надо выбить из позиции я чиновник, я предприниматель. Их надо вернуть я Иван Иванович и я Иван Петрович, которому не безразлична судьба родного города. Их можно выбить из этой позиции и говорим, ребята, а что происходит здесь и теперь? Посмотрите, что вы делаете здесь и теперь, и кто вы это говорите, и кому вы это говорите. Кому вы рассказываете про чиновников? Ну вот кто слушатель этого вашего спича? У нас нет чиновников вообще, у нас есть конкретный Иван Иванович, который занимается этим делом. И которому вы сейчас в лицо можете высказать все, что вы думаете, как Петр Петрович. И выйдите из этого спича чиновник, предприниматель таких ролевых позиций, в которых нет вещественного начала. Поговорите как человек с человеком. В этот момент обычно происходит переключение, если удается. и они как-то впервые осознают, что да, в общем-то, помню меня как чиновник, значит, можно с ним поговорить.